В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями этого дня. Третий участок дороги, который свяжет столицу Ненинского округа Сусинска, могут сдать уже к концу этого года. Об этом стало известно сегодня в ходе рабочей поездки главы региона на строящуюся межрегиональную трассу. В образовательных учреждениях Ненинского округа усилены меры безопасности. В школах и детских садах осуществляется специальный режим. Родители могут пройти только при наличии пропуска. Четыре в одном муниципальное предприятие «Чистый город» закупило универсальный погрузчик «Амкадор», который в разные сезоны способен выполнять работу по благоустройству. Зимой убирать снег при помощи ковша и отвала, а осенью пересаживать деревья. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Работы на третьем участке дороги, которая свяжет столицу Ненинского округа Сусинском, планируют завершить уже к концу этого года. Об этом стало известно сегодня в ходе рабочей поездки представители органов исполнительной власти и законодательной власти, на строящуюся межрегиональную трассу. Репортаж Алины Вучейской. Около часа лету от окружной столицы и в иллюминаторе появляются очертания межрегиональной трассы Нарьин-Марусинск. Здесь первая точка в маршруте инспектирующих. В составе делегации возглавляемые главой региона Александром Цибульским, депутаты и представители окружного профильного ведомства. Часть пути проверяющие преодолевают на треколах. Это первый участок межрегиональной трассы Нарьин-Марусинск. Его общая протяженность более 23 километров. Причем на шести из них уже завершены работы по обустройству земляного полотна. Строительство первого участка дороги разделено на три этапа. К работам компания «Техносфера» именно с ними заключен контракт. Приступили с января 2019 года. Возведение этого участка дороги идет согласно утвержденному графику. Согласно контракту, строительство должны завершить не позднее 30 октября 2021 года. Сейчас в данный момент у нас задействованы 63 единицы техники. Из них 28 единиц самосвального парка, 20 единиц дорожно-строительной техники, экскаваторы, бульдозера и 15 единиц вспомогательной техники. Численность сотрудников на данном месте составляет 160 человек. Транспортную артерию, которая свяжет Ненецкий округ с Республикой Коми, возводят сразу с двух сторон. Следующая точка в маршруте проверяющих – третий участок межрегиональной трассы. Здесь работы ведет Усинская ДРСУ. Качество дорожного полотна глава региона оценил лично. Мы с вами сейчас вместе проехали по третьей, по части четвертого участка. Мне кажется, очень неплохо. То есть машина идет абсолютно как по хорошей дороге. Скорость можно развивать до 100 км в час, хотя не рекомендуется, потому что есть ограничения на каждом участке. Но, тем не менее, мы ехали 70-80 км абсолютно. Мне кажется, качество, сами можете оценить, но по моим ощущениям, очень приличное. Поэтому здесь не вызывает никаких сомнений, что работа сделана качественно и хорошо. Вы видите, что большое количество техники, много людей работает, больше 160 человек, причем, что примечательно, порядка 30% – это жители Наринмара и Ненецкого округа. Это очень приятно, и в этом году существенный рост наших жителей, которые привлекаются на работу. А это не только разнорабочие, это и водители, это и инженерный состав. Основная часть третьего участка готова на 98%. Осталось лишь уложить 80 плит, укрепить откосы и завершить монтаж мостового сооружения через реку Лая. Вся задержка из моста. Мост планируем мы также вместе с дорогой закончить к 20 декабря 2019 года. Остались, значит, у нас надвижка, сварка пролетных строений, надвижка пролетных строений и устройство дорожного полотна по мосту. Таким образом, чтобы между Наринмаром и Усинском появилось круглогодичное транспортное сообщение, необходимо построить еще около 40 километров дороги. Это третий этап первого участка протяженностью 12 километров, второй участок длиной 20 километров с мостом через реку Лая-Вош и шестикилометровый участок с мостом через реку Шапкино. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Сергей Качегов и Алексей Орлов. Телеканал «Север», Ленинский округ. Четыре в одном. Муниципальное предприятие «Чистого города» закупило универсальный погрузчик «Амкадор», который в разные сезоны способен выполнять работу по благоустройству. Зимой убирать снег при помощи ковша и отвала, а осенью пересаживать деревья. Приобретение техники стало возможным благодаря помощи компании «Лукуэл», перечисляющей средства в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Ненинского округа. Это яркий красавчик, который в конце сентября появился в автотранспортной семье «Чистого города». Настоящий трудяга. Сегодня при помощи ковша он убирает снег на улице Калмыково. Не встанет работа и при смене погоды. Все, что нужно, поменять насадку. Здесь можно в течение минуты поменять оборудование на требующееся. То есть, грубо говоря, выпало большое обилие осадков и эффективнее будет использовать шнек-ротер. Следовательно, в течение минуты меняется оборудование ковш на шнек и проводится работа по расчистке. А это навесное оборудование для пересадки деревьев. Сейчас оно зимует в гараже «Чистого города». Но в летний сезон, отмечают сотрудники предприятия, будет востребовано. Преимущества трактора, который был закуплен на средства компании «Лукойл» перед классическими моделями «Амкадоров» очевидны. Данный погрузчик отличается тем, что благодаря гидравлической системе и системе быстрой смены оборудования можно использовать и разные оборудования. То есть, это пересадчик деревьев, ковш, шнек, щетка. Тем самым, данная универсальность нам позволит более качественно выполнять многие виды работы. В будущем планируется развивать функционал машины. Для этого на предприятии планируют приобретение дополнительного навесного оборудования. Иван Никонов, Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненинском округе стартовал второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского употребления. Жители Ненинского округа могут сообщить о наркопритонах, точках сбыта, фактах культивирования наркосодержащих растений, незаконном обороте, а также о других преступлениях и правонарушениях. К слову, на территории региона в течение 10 месяцев совершено 36 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а именно сбыт. То есть мы задокументировали лиц, которые сбывают наркотики, не именно хранят, а которые распространяют данный наркотик. Ряд жителей уже осуждено реальному отбыванию наказания судом Ненинского автономного округа. Так, к примеру, в течение отчетного периода у нас осуждено две девушки. Одна из них несовершеннолетняя, одна недавно осуждена жительницей округа к 8 годам лишения свободы со срочкой в связи с тем, что у нее несовершеннолетний ребенок. Помимо этого осуждены лица за сбыты наркотиков к 8 лет, к реальному отбыванию наказания. О подобных фактах можно сообщить в дежурную часть управления по телефону 02-421-26, в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 6-00-47 и 8-911-650-57-49. Анонимность гарантирована. Мероприятие продлится до 20 ноября. Более 60 жителей Ненинского округа, начиная с 2015 года, получили сертификаты на реабилитацию в центре ручей. Он расположен в Псковской области. Автономная некоммерческая организация оказывает помощь людям, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью. О промежуточных итогах своей работы и сотрудничестве с Ненинским округом представители реабилитационного центра рассказали на круглом столе, который состоялся сегодня в комплексном центре социального обслуживания населения. Подробности в нашем следующем сюжете. Учитывая, что мы в тройке лидеров по употреблению алкоголя в России и третий с конца по численности населения, ведущих здоровый образ жизни, то тема очень актуальна для нас. Избавиться от пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам жителям региона помогают в центре реабилитации и психологической поддержки ручей в Псковской области. Округ сотрудничает с автономной некоммерческой организацией уже почти пять лет. За это время полный курс реабилитации прошел 41 житель региона. Ночью мы встретили двух девчонок, поскланились, разобнимались, потому что очень приятно посмотреть, потому что приезжают люди в очень тяжелом состоянии, с разрушенными судьбами, просто физически разрушены, на грани лишения родительских прав, или уже когда это произошло, а тут пришли с детьми, улыбаются, хорошо выглядит. Программа реабилитационного центра представляет собой интенсивную психотерапевтическую программу, рассчитанную на срок пребывания в стационаре от трех до четырех месяцев. Центр ручей – это не одно место географически, это несколько точек на карте. Главным образом наши объекты находятся в городе Санкт-Петербурге и в Псковской области. В Псковской области находится центральный наш объект, это стационарный реабилитационный центр, место, где люди за городом в хороших условиях бытовых и в некоторой, так сказать, тишине изоляции, изоляции от, скажем так, нездорового социума, могут пройти полный курс стационарной реабилитации, он длительный, минимум три месяца он длится. Что это такое? Ну, в двух словах не объяснишь, человеку нужно научиться счастливо жить трезвым. Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации в центре ручей оказываются за счет средств окружного бюджета в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Неницком округе». Стоимость одного сертификата составляет 198 тысяч рублей. В прошлом году на эти цели было направлено более 2,5 миллионов рублей. Получить сертификат могут жители Неницкого округа, достигшие 18 лет и состоящие на учёте в медицинской организации в связи с употреблением наркотических средств, психотропных, психоактивных веществ, алкогольной продукции, нуждающиеся в услугах по социальной реабилитации и ресоциализации. Добавлю, что в окружной столице представители реабилитационного центра ручей проведут три дня. Они намерены посетить наркологический туб-диспансер и встретиться с участниками анонимного клуба людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. В образовательных учреждениях Неницкого округа усилены меры безопасности. В школах и детских садах осуществляется специальный режим. Родители могут пройти только при наличии пропуска. Департаментом образования, культуры и спорта издано соответствующее распоряжение. Усиленный пропускной режим на объектах образования введён по поручению губернатора Неницкого округа. Ольга Русл продолжит. Сейчас в школе самое напряжённое время. У учеников начальных классов первой смены заканчиваются уроки. Их забирают родители, ученики второй смены спешат в школу. Сотрудник охранного агентства «Формула безопасности» следит, чтобы ни один человек не прошёл в здание мимо него. Это создаёт некоторые трудности для родителей. Впрочем, безопасность детей важнее. Некоторые сложности есть. На пропускном контрольном посту родители спрашивают, узнают, куда они идут. И в школу можно пройти только в сопровождении педагога. Просто так в школу сейчас не попасть. Ну вот, сейчас возникла сложность. До ребёнка дозвониться не могу, учительница трубку не берёт, а ему нужно передать учебник. Вот сложность. А в общем, в целом, я за безопасность. В связи с усилением мер безопасности, трудности в свободном перемещении по улице в урочное время появились и у школьников. Но учащиеся с пониманием относятся к ситуации. Да. Если у тебя урок, там технологии, надо ждать учителя и выйти. А если ищешь учителя, надо спроситься, чтобы выйти. Вдруг в подвале, в физкультуре, ты тоже ждёшь учителя. Вот так вот. Во всех образовательных учреждениях на основании распоряжения Департамента образования изданы и действуют положения о внутриобъектовом и пропускном режиме. Это означает, что правила посещения таких объектов значительно ужесточены. Персоналы педагоги могут пройти только по специальным личным пропускам. Родители – при наличии документов. Их перечень в списке. И предварительной договорённостью с учителем. Первое – это то, что если сейчас достаточно сложно будет попасть внутрь здания, то есть для этого нужно иметь какую-то причину. Предварительно связаться с администрацией школы, либо классным руководителем. И значит у нас время посещения для родителей первая смена с 12 до 14, вторая смена с 14 до 17 часов. Для личных бесед с учителями и классными руководителями отведено время в пятницу. Все правила донесены до родителей на школьных собраниях. Сотрудники Росгвардии и прокуратуры провели проверки мер безопасности. Охранные предприятия также проверены на соответствие квалификационным требованиям. Согласно постановлению правительства, учреждениям образования первой и второй категории безопасности обеспечивают охранные предприятия. В городе таких учреждений 36, в округе 95. Всего же образовательных организаций в регионе – 117. В соответствии с постановлением правительства 12.35 в учреждениях были проведены еще в том году категорирование и паспортизация. То есть в зависимости есть там три критерия. Это значит количество учеников, находящихся на объекте, материальная стоимость здания. То есть в зависимости от этого всех критериев была предусловлена учреждениям категория. На сегодняшний день число категории увеличено. Это значит, что практически все учебные заведения, даже самые маленькие, нуждаются в дополнительных средствах безопасности. По поручению губернатора Александра Цибульского департаментом цифрового развития рассматривается вопрос по внедрению электронной пропускной системы в образовательных учреждениях с помощью электронных чипов. Прорабатывается вопрос по внедрению пропускного режима с помощью электронных пропусков. В настоящий момент в дошкольных учреждениях пропускной режим здания начинает осуществляться с помощью личных пропусков. Кроме того, департаментом образования подготовлено письмо в Министерство просвещения о том, чтобы образовательные организации охранялись сотрудниками Росгвардии. В Ненецком округе подвели итоги всероссийского конкурса сочинений. Работы 32 обучающихся вышли победителями на региональном этапе. Участникам вручили грамоты и ценные призы. Наталья Кислякова расскажет обо всем подробнее. Лидия Маслова учится в восьмом классе. Раньше школьница писала собственные стихи. Чуть позже ее увлекли сочинения. На конкурс Лидия отправила творческую работу в формате интервью, где рассказала о проблемах экологии. Основным смыслом моего сочинения было донести до людей, насколько нужно бережно хранить природу. Писала я о путешественнике, которого я сама создала, который путешествовал по миру и рассказывал людям про свои путешествия. В пример я брала страну, в которой полностью исчез весь мусор. Это Швеция. И я хотела донести до людей, чтобы люди стремились и берегли природу. Ярослава Бахченко тоже привлекла проблемы экологии. Школьница написала сочинения в формате сказки. Девушка признается, приучать к бережному отношению с окружающей средой надо с детства. Я писала сочинения примерно 4-5 уроков. Это до часа, до полчаса. Я выбрала экологию, потому что сейчас экология очень важна для России и для всех остальных стран. Во всероссийском конкурсе сочинений принимали участие 160 обучающихся образовательных учреждений. Каждому участнику на выбор добыли даны темы. Ребята писали о роли языка в жизни каждого человека, об экологической обстановке, о детстве и многом другом. Мы надеемся, что среди участников конкурса в будущем появятся авторы. Действительно их заинтересуют и они будут публиковаться. Но как минимум мы рассчитываем, что каждый второй станет блогером в сети. Поэтому очень хорошее начинание. И начинание хорошее в том масштабе, что действительно язык – это общение, это передача опыта. И грамотное владение языком – это очень значимо не только в масштабах школьного образования, но и в масштабах государственной политики. В региональном этапе конкурса сочинений выявили несколько победителей в различных возрастных категориях. 32 участника наградили почетными грамотами и ценными призами. В этом году особенно хочется отметить активность обучающихся. И также у нас приняли участие различные образовательные организации. Это и городские школы, и сельские населенные пункты, и с поселка Красное, села Омы. И также мы отмечаем, что у нас есть ребята, которые каждый год практически участвуют в этом конкурсе и побеждают. И нам тоже очень отрадно наблюдать за ними, смотреть, насколько ребенок развивается, чего он достиг уже в этом году. Добавлю, всероссийский конкурс сочинений учрежден Министерством просвещения Российской Федерации. Организатором мероприятия является Академия повышения квалификаций и профессиональной переподготовки работников образования. Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является группа компании ЛСР.